Добрый вечер! В нашей студии Дмитрий Кулагин. Сейчас небольшая информационная визитка о нашем собеседнике сегодня. С 2001 по 2000 годы возглавлял Комитет по делам молодежи. Сначала в администрации Дзержинского района Оренбурга, позже в администрации области. С 2006 по 2010 годы спикер Законодательного собрания Оренбургской области. С 18 апреля 2012 года назначен на должность вице-губернатора, заместителя председателя правительства, руководителя аппарата губернатора и правительства Оренбургской области. Преподает в Оренбургском институте Московского юридического университета имени Кутафина, а также в институте управления Оренбургского аграрного университета. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Добрый вечер! Спасибо за то, что нашли время, посетили нашу студию. Итак, буквально несколько дней остается до важного события на политическом календаре нашей страны. 12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. В связи с этим мы сегодня предлагаем вам, уважаемые зрители, обсудить тему правовой грамотности. И вы можете принять участие в нашем интерактивном голосовании. Мы предлагаем вам ответить на вопросы, необходимо ли знать свои права и обязанности. Сейчас на ваших экранах вы видите варианты ответа и телефоны, по которым вы можете дозвониться и оставить свой голос за тот или иной ответ. В конце программы мы подведем итоги нашего интерактивного голосования. Напоминаю, также вы можете принять участие в нашем диалоге непосредственно. Можете дозвониться в наш прямой эфир. Телефон нашей студии 43 45 07, код города Оренбурга 35 32. Приглашаем вас принять участие в нашем диалоге сегодня. Итак, Дмитрий Владимирович, начнем, наверное, наш диалог с одного из самых ярких событий на политической арене всей страны и, безусловно, нашего региона. Это послание президента Владимира Путина. Оно было обращено к Федеральному собранию. Наверняка вы тоже с большим вниманием и интересом следили. Да, я вообще считаю, что это послание не только Федеральному собранию. По большому счету это послание всей нации, каждому гражданину Российской Федерации. И я всегда жду послание, слушаю его, записываю, конспектирую. Потому что, конечно, потом можно послание перечитать уже в текстовом варианте. Но все равно интересно почувствовать нерв послания. Я всегда с интересом послания слушаю не только как должностное лицо, а просто как гражданин Российской Федерации. Итак, в чем же был этот нерв послания, мы сейчас с вами обсудим. Но для начала предлагаем нашим телезрителям и вам, конечно же, посмотреть сюжет, подготовленный нашей информационной службой, о том, каковы же были мнения оренбуржцев об этом послании. Прямой эфир центральных телеканалов, онлайн-трансляция в интернете. Одно из самых ожидаемых событий года. Послание стало 23-м в новейшей истории России и 13-м лично для Владимира Путина. Социальный характер – вот главное, что отметили в нем большинство экспертов и аналитиков. А реформа в этой сфере значит в первую очередь в медицине и образовании, уверены оренбургские законотворцы. Необходимо сегодня полностью компьютеризировать все даже самые маленькие лечебные учреждения, чтобы в случае оказания помощи можно было ее через сеть интернет получить у самых высококачественных специалистов. В зоне особого внимания развитие сети оказания первичной медицинской помощи в отдаленных поселениях, поликлиник медпунктов ФАПов. Но главное – человеческое отношение к пациенту, которого порой так не хватает. Развитие науки и творческих начал в школьном обучении – еще одна важная цель. У нас опыт, надо сказать, что в Оренбургской области есть, у нас работают лицы для одаренных детей. А он откуда вырос? Я это хорошо очень помню. Это он вырос на базе дворца юных техников производства объединения и стрела в свое время. Поэтому сама идея, она понятна, и самое главное – она уже опробована. Развитие производства и промышленности – еще одна тема, затронутая президентом. Это без чего не сможет развиваться социальная сфера. Какие реформы коснутся сферы сельского хозяйства – особенно актуальный вопрос для оренбургцев, жителей аграрного региона. Не просто будет сохранена поддержка сельского хозяйства и обороны, но и в сельском хозяйстве вот эта поддержка будет отдаваться на усмотрение территории. Но при этом обращено внимание на ввод пашни в оборот, на помогать тем, кто работает, тех, кто занимается увеличением производства, сохранностью поголовья. Развитие экономики невозможно без развития сферы бизнеса. В прошлогоднем послании президент призвал к расширению свободы предпринимательства. На сегодняшний день мы видели много законодательных актов, создание благоприятных условий для вновь привлеченных ресурсов, создание для развития внутреннего потенциала. То есть есть льготы по налогообложению, есть льготы по налоговым каникулам. Кстати, в нашем регионе все используется. То есть есть базовые ставки, которые определены от ноля и там до определенных единиц. То есть можно включать эти регуляции. Но на практике представители бизнеса все еще сталкиваются с обилием проблем. Гигантские штрафы, неподъемные для бизнеса, каждый из которых может напрочь уничтожить малый бизнес. Один штраф, допустим, 800 тысяч рублей, и предприниматель уже не в силах, в общем-то, дальше продолжать свою хозяйственную деятельность. Личные инициативы гражданского общества, активность самих людей. На это обращал внимание президент, подчеркивали аналитики. А что думают сами жители? И вообще, слушали ли Оренбургские обращения президента? А главное, что для себя услышали? Я понял, что приоритет сейчас на социальные, скажем так, больше услуги. То есть развитие качества жизни человека. Не просто там бизнес, там политика, все такое. Хотеть сплотить народ. Мы давно разрознены за эти 20 лет. Самая главная тема, наверное, которая всех интересует на первом месте – это коррупция. Каждого затронула отдельная тема. Но что примечательно, из всех опрошенных нами граждан на улице Харенбурга, лишь единицы от посланий остались в стороне. Большинство же не просто живы заинтересованы событием, но идут к конкретной реализации поставленных целей. Дмитрий Владимирович, вот в ракурсе той темы, которую мы сейчас обсуждаем с вами – правовая грамотность, концовка сюжета – довольно-таки интересная. Вот как вы считаете, тот интерес, который оренбуржцы проявляют к такого рода обращениям президента – это факт доверия к власти или какие-то еще показатели? Наверное, мне кажется, что это закономерно. Потому что раз в году глава государства, который пользуется огромным авторитетом в стране, который получает доверие избирателя на прямых выборах, обращается фактически к населению, к федеральному собранию, как мы уже договорились. И это, пожалуй, программная позиция главы государства. И я думаю, что остаться в стране от того, каким путем пойдет Россия, что предложит президент правительству, федеральному собранию для исполнения, как он учтет чаяние рядового гражданина, как он отреагирует на те проблемы, которые мешают нам жить, я считаю, что это не может не волновать гражданина страны. Поэтому это закономерно. То, что кто-то, как вы сказали, не слушал, не смотрел, я далек от какого-то идеального восприятия действительности, не может быть такого, что все 100% прильнули к телевизорам и записывали послание президента. Конечно, есть люди, которые политикой не интересуются, есть люди, которые вообще ничем не интересуются, увы, на мой взгляд, потому что жить в каком-то замкнутом пространстве, я считаю, просто обеднять себя. Но все-таки подавляющее большинство граждан переживают за судьбу своей страны и готовы принимать активное участие в реализации тех программ, которые обозначают в масштабах страны президент, в области губернатор. То есть это все-таки активные люди. Из тех векторов, которые были намечены президентом, как считаете, в ближайшее время в нашей области, какие самые главные, основные и какие будут реализовываться? На мой взгляд, президент прежде всего ставил задачи, конечно, федеральному собранию, правительству Российской Федерации. Не случайно его послание, официально называется послание федеральному собранию. Но в зале присутствовали губернаторы, и Юрий Александрович Берг тоже, что называется, вживую слушал послание. Присутствуют лидеры региональных парламентов. Поэтому, конечно, мы в послании видим задачи, которые в первую очередь должны решаться на федеральном уровне. Допустим, президент говорил о совершенствовании банковской системы, о совершенствовании системы кредитования бизнеса, и крупного бизнеса, и малого бизнеса. И эти вопросы, безусловно, могут решаться только на уровне постановления федеральных решений. Но есть вопросы, которые решаются, должны решаться на уровне муниципального образования, на уровне субъекта федерации. И мне приятно отметить, что, ну, так можно сказать, мы дышим одним воздухом. И, во-первых, президент прекрасно понимает проблемы, которые стоят перед страной. И я обратил внимание, что это послание не было излишне наполнено внешнеполитической тематикой. То есть все-таки президент больше сосредоточил свое внимание на внутренних вопросах, на вопросах развития страны, развития внутренней политики, развития социальной сферы. И мы дышим одним воздухом, потому что президент говорил о проблемах, которые волнуют людей. И вот те решения, которые принимает губернатор, правительство Оренбургской области, главы муниципальных образований, во многом были созвучны задачам, которые поставил президент. Это не означает, что мы там предвидим и забежали где-то вперед. Что-то мы для себя почерпнули в качестве направления работы. Что-то мы с удовольствием отметили, с удовлетворением, что у нас в области уже это делается. Допустим, президент говорил об открытии целой сети перинатальных центров в Российской Федерации. А у нас как раз в Оренбургской области вот в октябре распахнул двери новенький перинатальный центр. Президент говорил о поддержке сельхозкооперации. И у нас в области губернатор четко ставит задачу допустить селянина, крестьянина с произведенной им продукцией, в том числе и в личном подсобном хозяйстве, на городские рынки. Для чего у нас в городах проводятся рынки выходного дня. Поэтому мы для себя увидели несколько моментов. Первое. Что-то мы уже в области реализуем. И надо сказать, что реализуем достаточно неплохо. Далее мы увидели акценты, на которые федеральное правительство будет обращать внимание и в ближайшей перспективе на год, и в отдаленной перспективе на 10-15 лет. И это будет учитываться уже в решениях, которые будут приниматься правительством Оренбургской области. К слову, я скажу, что каждый год после того, как озвучено послание президента, наш губернатор Люсианч Берг утверждает перечень поручений в исполнении этого послания. И сейчас такой перечень формируется. Каждое профильное министерство по своему направлению, по своему разделу в послании готовит эти предложения. Губернатор потом их будет корректировать и утверждать. Это коснется и сельского хозяйства. Это коснется и поддержки малого и среднего бизнеса. Это коснется и борьбы с коррупцией. Хотя президент очень немного по тексту посвятил этой теме, но эту тему он затронул, и затронул достаточно жестко. Эта работа будет продолжаться у нас в Оренбургской области. Это коснется и вопросов совершенствования образования, здравоохранения. Вопросы люди задают, потому что еще далеко не все совершенно. Поэтому, я думаю, в скором времени мы этот перечень поручений, этот план действий увидим. Послание президента проходило незадолго до важной даты. С этого мы, в принципе, начали программу. День Конституции, 12 декабря. И вот, в частности, по опросу в ЦИО, который задавал вопрос, стоит ли менять основной закон страны или нет. Такие результаты. 45% россиян считают, что главный законодательный документ морально устарел и нуждается в поправках. Вот на ваш взгляд, как вы считаете, Конституция на сегодняшний день может ли морально устареть и нужны ли ей поправки? Давайте смотреть на этот вопрос с двух сторон. Во-первых, ничего такого статичного и навсегда рожденного не бывает. Поэтому, конечно, жизнь совершенствуется. Тем более, что за время, прошедшее с дня принятия Конституции, с 12 декабря 1993 года, Россия прошла огромную дорогу. Мы за почти 25 лет такие колоссальные изменения пережили в стране, которые некоторые страны переживают, может быть, за столетия даже. Поэтому, конечно, меняются экономические условия, меняются общественно-политические условия. И посмотреть на Конституцию с точки зрения возможных изменений никогда не помешает. Но, наверное, как любой юрист, я консерватор. И не считаю необходимым, вот, необдуманно каждый год носить поправки, краить, менять, подстраивать под современные условия. Тем более, я считаю, что текст нашей Конституции достаточно совершенен и универсален. И когда видные юристы, видные правоведы оценивали текст нашей Конституции, то они высказали именно такую точку зрения. И я считаю, что нам больше надо думать о правоприменительной практике, о совершенствовании нормативно-правовой базы в исполнении положения нашего основного закона. А то, что касается текста Конституции, то я не стесняюсь высказывать свою позицию. И, кстати, как мне кажется, президент эту тему в своем послании тоже затронул, причем в самом начале, он говорил, где в открытую, а где между строк, о идеологии, о идеологической работе, о воспитательной функции государства. И вот статья, которая у нас есть в Конституции, которая запрещает иметь любую идеологию в качестве государственной в Российской Федерации, вот, мне кажется, можно посмотреть на нее повнимательнее. Мы помним те времена, когда Конституция писалась, когда проект разрабатывался. Это переломный момент, это еще вот, ну, фактически, если хотите, даже условия, пусть и не горячей, но гражданской войны в Российской Федерации, тем более после кровавых событий октября 93-го года. И еще многие были напуганы там присутствием, наличием, может быть, даже где-то засилием одной идеологии. Но я считаю, что государство без идеологии жить не может. Поэтому, мое точка зрения, очень деликатно, очень спокойно, не ломая основ, посмотреть внимательно и не торопиться с изменениями, все-таки больше сосредоточить свою работу на правоприменительной практике. Ну, если вопрос изменения главного закона страны, это все-таки привилегия законотворцев, то то, что касается простых людей, каждого из нас, это то, знаем ли мы свои права и обязанности, прописанные, собственно, в главном законодательном акте страны. Так вот, еще раз приведу мнение, опять же, опросов ЦИОМа. В данном случае они задавали вопрос, знают ли россияне те права, которые дарует им Конституция, права и обязанности. И, как результаты показали, 22% россиян, пятая часть, их не знают. Вот как считаете, почему такой правовой нигилизм? Ну, я не скажу, что это правовой нигилизм. Это, скорее, просто элементарное незнание того, что прописано в основном законе. Потому что правовой нигилизм – это не только незнание, это еще и, скажем так, и циничное поведение, выходящее за рамки поведения, установленного правом. То есть это весьма сложная конструкция. Но вопрос абсолютно правильно поставлен. Свою Конституцию надо знать. И когда вот я общаюсь, особенно с молодыми людьми, я всегда говорю, что в каждом доме у нас должны быть обязательно три документа. Это Конституция нашей страны, это устав нашего региона, нашего субъекта федерации и устав того муниципального образования, в котором мы живем. Вовсе не обязательно наизусть знать тексты вот этих основных документов, но прочитать, ознакомиться, понимать, причем я хотел бы обратить внимание, не только права. Мы очень много говорим о правах человека, о защите прав. И это правильно, иначе нельзя. Но надо говорить и об обязанностях. И обязанности тоже надо знать. Потому что когда существует только одна сторона, только права, обязанности мы не замечаем и не выполняем, это тоже к добру не приведет. Каким бы прекрасным механизмом защиты прав человека не был. А не интересуется текстом Конституции. Кстати, 22% это не очень большая цифра. Хотя... С сравнением с другими странами? В сравнении с оставшимися 78%. Хотя даже 1% он тоже уже должен заставлять задуматься. Потому что число людей, которые знают свою Конституцию, должно равняться 100%. Иначе нельзя. Ну, понятное дело, взрослых людей, конечно, ребятишки, еще в этом могут не разбираться. Но, тем не менее, все-таки 22% это не 30%, не 40%, не 50%. Но в любом случае есть над чем задуматься. Так вот, мне кажется, что работу по изучению текста Конституции надо начинать уже не тогда, когда человек стал взрослым, а именно со школьной скамьи. К этому вопросу мы еще вернемся. Да, да, да. Именно вот постепенно, шаг за шагом, применительно к тому возрасту, в котором человек находится, уже приучать его к знанию основного закона, к знанию символов государства. А это, кстати, частенько отсутствует. Вот об этом мы отдельное внимание посвятим в нашей программе. Но сейчас к нам присоединяется телезритель. У нас есть первый звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Игорь, я из Саренбурга. Я бы хотел поговорить насчет дня Конституции. Все-таки, как бы день не перестал быть днем Конституции, так же, насколько я знаю, 12 декабря, но просто дело в том, что он перестал быть праздником. Может быть, через этот праздник можно как-то напоминать молодому поколению о такой вещи, как Конституция, что это как основа правовая государства. Каждый год, из года в год напоминать через праздник, что есть такой документ, самый важный. Спасибо. Как раз в продолжении темы работы с молодежью, как считается? Да, спасибо за позицию. Ну, я немножко иную точку зрения имею. Следует логике, чтобы каждую веху в истории нашего государства прочнее закрепить в умах, в сердцах. Объявлять, наверное, выходной день не стоит. На мой взгляд, у нас и так достаточно выходных дней. В нашем календаре, по-моему, даже можно немножко подсократиться. Не слишком много мы отдыхаем, побольше работать надо. Мне кажется, что популяризация и содержание Конституции, и идеи Конституции, эта работа не должна сводиться только к празднованию Дня Конституции 12 декабря. Это должна быть системная работа. Вот с такого еще возраста, что называется. И до самого последнего дня это должна быть пропаганда и в средствах массовой информации, и в наглядной агитации на улицах наших городов, сел и поселков. То есть одним решением о придании этому дню статусу выходного дня, мне кажется, больших сдвигов не будет. Это глубокая системная работа. Вот мы сейчас говорим с вами об основном законе нашей страны, о Конституции. А как в целом вы оцениваете правовую грамотность населения? Велика ли она? Ну, конечно, я по какой-то там пятибалльной шкале оценку, наверное, поставить не смогу, потому что это очень сложная оценка, сложная работа. Я скажу немножко, может, так вот уклончиво, есть над чем еще поработать, есть что еще совершенствовать. Причем, вы знаете, я не свожу правовую грамотность к тривиальному знанию законов. Можно знать наизусть законы, но при этом оставаться человеком незаконно послушным. И вроде как скажут, ну, правовая грамотность на высоте, он наизусть все статьи Конституции процитировал, но при этом совершил правонарушение. Мне кажется, что правовая грамотность – это составляющая и поведения, и внутреннего состояния, и окружения, и общественного сознания, и индивидуального сознания, и, конечно, знания законов. Вот правовая грамотность, как мне кажется, проявляется даже в самых элементарных вещах. Человек стоит на перекрестке, горит красный свет для пешехода, но машин нет. Как поведет себя пешеход? Закон послушный будет стоять и ждать, пока не загорится зеленый цвет, даже несмотря на то, что нет машин. А кто-то посмотрел, машин нет и побежал, а то и на раз и побежал под колеса. Такое тоже бывает. Вот это тоже уровень правовой грамотности. То есть это некая ментальность уже? Конечно. Мелочь, мелочь, а уже определенные показатели. Поэтому мне кажется, что мы должны прежде всего, начиная со школьной скамьи, с семьи, со средств массовой информации, прививать идею действий, жизни, поведения, основанных на выполнении установленных обществом и законодательством норм, правил поведения. Вот тогда мы будем говорить о высоком уровне правовой культуры, о высоком уровне правосознания. Потому что просто знание законов, это, на мой взгляд, только одна сторона дела. Ну что же, мы продолжаем диалог с зрителями. У нас следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь. Водокьянова, Татьяна Павловна. Здравствуйте, Татьяна. Ваш вопрос? Очень хорошая передача, но у меня вопрос такой. Мы должны быть грамотные, стараться узнать конституцию, а власть должна быть грамотной в нашей стране. Вот у меня такой случай. В течение года не выполняется решение суда. Как я дальше должна доверять этой власти, конституцию выполнять? Как мне поступать дальше? В течение года не выполняется решение суда. Самое, как бы сказать, наивысшее уже, куда может обратиться простой человек. Спасибо большое за звонок. Действительно, справедливый вопрос. У многих людей, может быть, возникает вообще такое ощущение, что, а почему я должен знать свои права и обязанности, если они не соблюдаются в нашей стране? Ну, с каждым случаем надо разбираться отдельно, безусловно. Но я с Татьяной Павловной соглашусь, потому что власть — это люди. И мы почему-то вот привыкли разделять вот население, а вот власть. Надо все-таки говорить о единстве. Надо понимать, что во власти работают люди. И вот то, о чем мы сегодня говорим, обязанность соблюдать, знать, соблюдать, выполнять, это относится в абсолютно равной степени к президенту, к губернатору, к чиновнику, к продавцу, к водителю, к дворнику, к предпринимателю и так далее, и так далее. Поэтому, Татьяна Павловна, в абсолютном правиле поставили вопрос. Соблюдать действующее законодательство — это обязанность любого гражданина вне зависимости от рода его деятельности. А то, что касается вашего случая, я бы порекомендовал обратиться все-таки в правительство Оренбургской области, в приемную граждан, которая находится на первом этаже в Доме Советов. И мы посмотрим ваш вопрос, с чем связаны те или иные недостатки в выполнении действующего законодательства. Иногда разные ситуации складываются, но отстаивать свои права надо, и мы готовы вам в этом помочь. Ну, в общем, достаточно развернуто ответили. На вопрос телезрителям. А сейчас у нас следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Юрий зовут Оренбург. Очень приятно. У меня вопрос такого характера. Не кажется ли вам, что вообще Конституцию должны нести лица пиковой области, города, также силовых, правоохранительных структур. Я и скажу из событий того, что многие сейчас привлекаются за несоблюдение той же страны Конституции. Ну, и как бы еще второй вопрос к нему же о коррупции. Спасибо. Спасибо. Не расслышал первую часть. Первые лица должны что? Вот я... Тоже, к сожалению, не расслышал. Но вот вопрос о коррупции, как считаете? Можно тут считать, бороться надо. Только президент абсолютно правильно сказал, борьбу с коррупцией не надо превращать в шоу. Правильно это сказал. Она должна вести системно, ровно, по закону. Люди, которые совершают противоправные действия, коррупционные действия, должны привлекаться к ответственности. Наказание должно быть неотвратимым, это железно. Но я не хотел бы, чтобы мы борьбу с коррупцией сводили только к репрессивным мерам. Это само собой разумеется. Есть органы, которые осуществляют надзор за соблюдением законодательства. Все правильно, только усиливать эту надо работу. И, к слову сказать, губернатор свою позицию четко озвучил. Власть должна очищаться, очищать свои ряды, очищаться от тех недобросовестных государственных служащих, лид, замещающих государственную должность, которые компрометируют власть. Но как-то странная ситуация получается. Вот пока он не был госслужащим, был законопослушный, стал госслужащим, попался где-то на каком-то коррупционном проявлении. Поэтому мне кажется, что борьбу с коррупцией мы должны вести, опять же, я повторю это слово, системно. Я вспоминаю фильм, помните фильм «Гараж» героини Ольги Остраумовой говорит, один из героев говорит, а я везде привык идти с законным путем. А Ольга Остраумова ему отвечает, законным путем идти можно, дойти трудно. Вот пока вот это вот будет, пока у нас порой должен признать, существуют условия, где законным путем дойти до решения вопроса весьма сложно, и люди начинают искать какую-то лазейку, где взятку дать, где с черного хода зайти. Вот тогда у нас и будет существовать коррупция. Поэтому, во-первых, нужно подрастающему поколению объяснять, что, как, во-вторых, нужно четко выстраивать условия в том числе и в плане пропаганды антикоррупционных действий, что коррупция это зло, которое разрушает основы нашей государственности, и самое главное бороться вот с теми условиями, которые заставляют людей искать какие-то черные выходы. Поэтому, что тут сказать, с коррупцией надо бороться, будем бороться, и эта работа выходит с каждым днем на новый, еще более новый уровень. Прежде чем примем следующий телефонный звонок, давайте вот о чем поговорим. Вы сказали, что необходимы профилактические меры для того, чтобы воспитывать в людях с самого раннего возраста правовую грамотность. И вот 12 декабря состоится как раз такое мероприятие, направленное на повышение юридической грамотности, это общероссийский день приема граждан. Расскажите, как он будет проходить в Оренбургской области, куда могут обратиться люди, кто поможет им? Ну, здесь немножко другое. Вы знаете, во-первых, у нас каждый квартал в стране и в области проходит общероссийский день бесплатной юридической помощи. То есть и Оренбургская область, кстати, очень активно участвует в этом дне. И надо сказать, что с каждым кварталом у нас количество людей, которые приходят за бесплатной юридической помощью, увеличивается. И это радует. Люди идут законным путем, они хотят получить консультацию, они хотят понять, как нужно действовать. А вот 12 декабря у нас состоится общероссийский день приема граждан. То есть в данном случае и консультации будут оказаны, и будут приниматься жалобы, обращения, заявления, пожелания, требования граждан. Причем это достаточно демократичная форма работы с жителями с 12 до 20.00 местного времени. Все двери органов государственной власти федерального уровня, регионального уровня, двери органов местного самоуправления будут открыты, и в 8 часов без перерыва люди могут приходить и получать консультации, быть принятыми соответствующими должностными людьми. Причем в эту работу включаются все. Прием будет вести губернатор области Александр Берг, прием будут вести вице-губернаторы, министры, главы муниципальных образований, депутаты всех уровней. То есть эта форма весьма интересная, и она направлена и на оказание практической помощи, потому что Юрий Александрович ставит перед нами всегда задачу прием не для приема, прием не для галочки. Если люди пришли, берите вопрос и решайте. Не все возможно решить, это надо признать. К сожалению, далеко не всегда совершенно законодательство, увы, и здесь надо где-то набраться терпения, но максимально помочь человеку. Вот это задача, которую стоит губернатор. Кстати, сам Юрий Александрович активно ведет приемы и в приемной партии «Единая Россия», и в приемной президента, и в приемной правительства Оренбургской области. Его блок это стал просто, я не знаю, открытая дверь к губернатору, где любой может изложить свою проблему и получить ответ. И второе значение дня, общероссийского дня приема, это своеобразный барометр. Понятно, что приемы идут регулярно, работают приемные самых разных структур, но вот здесь в 8 часов будет сконцентрировано какое-то общественное настроение. И когда мы будем подводить итоги, то мы посмотрим, безусловно, с какими проблемами, с какой болью люди приходили прежде всего. Какие вопросы на первом месте, какие на втором, какие на третьем. Поэтому 12 декабря уже, что называется, намоленный день, уже пятый раз будет проходить общероссийский день приема граждан. Дом советов, администрация города Оренбурга и городского совета, это то, что касается именно областного центра, органы власти на местах, офисы федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов, пожалуйста, приходите, причем предварительная запись не требуется. Единственное, только обязательно наличие паспорта или документа, заменяющего паспорт, потому что необходимо, ну как, зарегистрировать фамилию, имя, отчество, кто пришел, а потом, пожалуйста, все двери будут открыты. Ну, мы принимаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, откуда вы? Здравствуйте. Даля. Здравствуйте, представьтесь, откуда вы? Зверев Валерий Валентинович. Валерий Валентинович, ваш вопрос? С октябрьского. Я хочу спросить нашего интервьюера, почему гарант Конституции не сказал в своем послании в федеральном соблане о многолетнем падении реальных доходов населения? Ну что же, вот такой вопрос. Ну, спасибо, Валерий Валентинович, за вопрос. Он действительно актуальный, хотя и в разных профессиональных сферах, в разных направлениях производственной деятельности, социальной сферы заработная плата складывается по-разному, но проблема существует. Конечно, ответить на ваш вопрос однозначно я не могу, почему гарант Конституции эту тему не затронул. Я не общаюсь напрямую с президентом, вот, я думаю, что многие темы в рамках одного часа пятнадцати минут президент физически просто не мог затронуть. Но по большому счету, пускай и опосредованно, но президент говорил об этом. Президент сказал о проблемах, которые есть у нас. Он говорил о том, что нам необходимо поднимать реальный сектор экономики. Он говорил о том, что нам нужно развивать сельское хозяйство. Он говорил о том, что нам нужно снять препоны, которые еще существуют в развитии малого и среднего бизнеса. Он говорил о совершенствовании работы учреждений социальной сферы, об образовании, о науке, о современных информационных технологиях. И по большому счету реализация этих планов как раз и позволит выйти на новый уровень оплаты труда. Потому что говорить об уровне оплаты труда и при этом умалчивать о состоянии экономики, это значит топтаться на месте. Откуда возьмет бюджет деньги на то, чтобы увеличить заработную плату, если экономика не будет работать? Поэтому, как мне кажется, президент говорил как раз о причинах. президент говорил о тех основах, которыми надо заниматься для того, чтобы вот такого вопроса не существовало. И он не лукавил. Он когда говорил, озвучил свое послание, допустим, говорил о здравоохранении и сказал, проблемы есть. То есть, он не молчал, он не строил радужную картинку для жителей Российской Федерации. Поэтому вопрос вы задали абсолютно правомерный. И президент, как мне кажется, на него вот именно с этой стороны ответы все-таки давал. Спасибо. И следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь, откуда вы? Здравствуйте. Кожанов Виктор Дмитриевич, спочинка, энергетик. У меня такой вопрос. Говорите? Да, да, да. Слушаем вас внимательно. У меня такой вопрос. Президент у нас является гарантом Конституции. Но когда президент дает указания всем регионам, например, о повышении тарифов, а у нас боятся обидеть бизнес. Стоит, например, отгресса Виклинская. Сколько хотят они поднять тариф, столько и поднимают. И с ними не может сделать даже губернатор ничего. А ведь закон, указ президента, это же закон для всей страны. Практически он на всю страну объявляет, а в регионах все это нарушает. И никто их не контролирует, такие организации снабжающие. Здесь мы смотрим у всех людей на виду, обдиралов-то народу идет. Губернатор сделать ничего не может. Указ Путина нарушим. Где искать справедливость? По конституции, кстати. Это президент? Спасибо за ваш вопрос. Ну да, наверное, его можно подразделить на два. Во-первых, преломление тех направлений деятельности, которые дает президент, как они реализуются уже в регионах, на местах. И взаимоотношения местной власти и бизнеса, и других структур. Ну, Виктор Григорьевич, спасибо за вопрос. Давайте начнем с того, что никто не в восторге от увеличения тарифов. Никто абсолютно не в восторге. Но в то же время, вот хотел бы немножечко вас скорректировать, говорить о том, что кто хочет так увеличивать тарифы, это тоже неправильно. Государство возвращается и в эту сферу, и с учетом инфляционных процессов, регулирования, увы, роста тарифов существует. Если бы воржи были полностью отпущены, я думаю, что мы бы опять упали в 90-е годы, когда все росло с такой космической скоростью, что не успевали ни зарплаты, ни пенсии. Они сейчас-то еще далеко не всегда успевают. Но, по крайней мере, вернуться в хаос 90-х годов государство уже не позволит. Вы говорите о большем государственном регулировании, согласен с вами. И, как вы видите, государство потихонечку свои позиции где-то быстрее, где-то медленнее, но возвращает. И в образовательной сфере, обратите внимание на действия нашего министра образования, федерального уровня министра образования Российской Федерации и в других сферах. Поэтому вопрос в целом под контролем. Хотя здесь существует еще и другая сторона медали. Вот не так давно на аппаратном нашему губернатору доложили о долгах за коммунальные услуги. Они почти полтора миллиарда у населения. Я прекрасно понимаю, есть люди, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у которых невысокие доходы. Я их понимаю, и им нужно, с учетом установленных мер социальной поддержки, обращаться как раз за помощью. Но, увы, среди неплательщиков есть люди, которые весьма плотно и крепко стоят на ногах. А просто не платят и все. А, дескать, и так, государство добренькое и все простит. Вот как с такими людьми быть? Вот это вопрос. Я понимаю, еще раз, когда людям тяжело. Поэтому говорить о том, что президент дает указания, принимает решения, на уровне региона они не выполняются. Наверное, все-таки это не так. Это не так, и не выполнить указ президента, не выполнить указания президента, да это не просто позор, это противоправные действия, и никогда ни губернатор, ни правительство на это не пойдут. Поэтому то, что в рамках полномочий, то, что в рамках компетенции региональных властей, все выполняется, все контролируется, все решается. До конца эфира остается буквально считанные секунды, и самое время подвести итоги голосования. Дмитрий Владимирович, посмотрим на экран, что же у нас ответили телезрители. Необходимо ли знать свои права и обязанности? Да, у нас считает большинство граждан, но при этом еще значительная часть, 27%, как видим, считает, что в этом, наверное, нет необходимости. Как прокомментируете итоги голосования? Да никак. Вот попробуйте понять ответ на вопрос, необходимо ли вам знать свои права и обязанности. Нет, необходимо. Это что же за ответ-то такой? Наверное, люди просто вопроса, наверное, не поняли. То есть, это все равно, что надо ли тебе знать дома, где включается свет, где перекрывается газ, и где задвижка воды. Нет, это не надо знать. Оно само как-то все будет происходить. Я считаю, что вот те 47%, которые ответили положительно на вопрос, вот они вникли в суть вопроса, а иначе просто нельзя. Мы не знаем права и обязанности. Мы можем попасть в беду. Не хочу этого и никому не желаю. Ну, еще буквально остается у нас время. Давайте вот коснемся того вопроса. Вы говорили о том, что какие-то меры существуют помимо юридических консультаций, помощи, приемов граждан. Как еще можно повысить грамотность граждан, правовую? Ну, во-первых, воспитательная работа среди молодежи. У нас, кстати, в области эта работа неплохо поставлена. Не скажу, что до каждого школьника эта работа дошла, конечно, нет. Но то, что в области действует детская правовая палата, например, причем я встречался буквально вот 18 ноября, когда у нас был день правовой помощи детям, встречался с ребятами, зубастые ребята, задают интересные вопросы, ковыряются в сути, им не безразлично, что прописано в законах, как эти законы выполняются. Далее у нас действует закон о бесплатной юридической помощи. Пожалуйста, те категории, которым эта помощь может быть оказана бесплатно, имеют возможность прийти во всех территориях нашей Оренбургской области и эту помощь получить. Наконец, средства массовой информации. Вы знаете, вот здесь еще не паханное поле, по большому счету. И если посмотреть некоторые наши передачи, особенно центрального телевидения, я имею в виду, посмотреть фильмы, то там, увы, зачастую, как раз рекламируется и пропагандируется противоправное поведение. Героями, особенно вот это было в 90-е, в начале нулевых годов, героями становятся бандиты, люди, которые плюют на закон, их канонизируют, всякие разные там бригады, фильмы и так далее, и так далее. Вот средства массовой информации должны свою роль здесь сыграть весьма существенно и свою лепту добрую внести в повышение правовой грамотности населения. Потому что корочка по зернышку по зернышку клюет, то есть капелька, капелька, капелька. Школа, семья на работе, наглядная агитация на улице, средства массовой информации, вот оно, правовое сознание формируется. И, конечно, личный пример, абсолютно правильно, один из телезрителей задал вопрос, представители органов власти должны быть примером соблюдения законов. Хотя, я здесь всегда говорю и о том, что закон одинаков для всех. Правильно сказали? Но, допустим, когда действует правило запрета тонировки на передних стеклах автомобилей, да, и посмотрите на машину губернатора, на другие автомобили, которые осуществляют служебные цели, они этот закон выполняют и никакой тонировки не присутствуют. А когда мы видим частную машину, затонированную так, что я даже удивляюсь, а видит ли водитель вообще что-нибудь из этой машины, то вот тут у меня возникает вопрос, во-первых, к этому гражданину, а во-вторых, к ГИБДД. Нас они проверили, правильно, мы должны быть примером, никаких вопросов нет, но спрос должен быть со всех, и с руководителя, и с рядового гражданина. Ну что же, наша программа подходит к концу. Еще раз напоминаю нашим телезрителям, сегодня у нас в гостях был вице-губернатор Дмитрий Владимирович Кулагин, прошу прощения. На ваших экранах сейчас результаты интерактивного голосования, итоги которого мы подвели сегодня, в течение дня. Мы говорили, напомню еще раз, о правовой грамотности и его Дни Конституции, которые 12 декабря будет отмечать вся наша страна. В студии с вами была я, Анна Втюрина. Встретимся в очередном выпуске программы «Обратная связь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова